день добрый дорогие друзья земляничный сезон закончился и какие манипуляции делать с этим растением как раз нам сегодня расскажет надежда здравствуйте дорогие друзья ну я вам что расскажу то что делаю я то что как вот я делала раньше как я делаю сейчас и конечно разница немножко есть заканчивается земляничный сезон я что делала старалась оборвать вот и вот так вот и все больше ничего не делала и потом большая шапка листьев оставалась весной надо было это все выгребать а теперь я делаю немножечко по-другому ну как говорится век живи век учить это что-то подсказал ну не знаю насколько это правильно но я вот делаю так делюсь с вами именно с чего я начинаю значит вот эти вот у меня уже обработанная неделю назад просто у меня не хватило времени они видите уже обросли надюш я правильно понимаю сперва растение было вот такое да вот это вот даже еще больше давать еще и трава вокруг дожди у нас нынче шикарная трава тоже что жара что дожди да конечно ну вот этот так я правильно понимаю растение было примерно вот то вот не примерно а было вот такое с усами и с ним давайте вот здесь ближе я здесь и покажу но не очень ты его превращаешь вот в такое правильно что я беру вот здесь видите вот вот розеточки да вот одна розеточка вот вторая вот новые листики которые идут от розеточки мы их оставляем эти усы убираем то есть вот это вот все мы отстригаем усы не нужно убираем ведерко я туда складываю так вот это вот все и оставляем только центральная либо вот видите вот это уже новый листик вот мы его оставляем остальное все отстригаем где-то на сантиметр примерно оставляем вот новенький оставляем а этого стригаем конечно это долго кропотливо но зато результат потом весной себе скажет а почему листья убираем очень хорошо зачем ну вот я свое время вычитала что значит вот эти вот вот это вот большая шапка листьев она нужна для того чтобы наша клубника плодоносила то есть набирала силу через листья мы же знаем чем больше листьев допустим на дереве тем больше будет плодов чем меньше листьев значит плодов меньше то же самое с ягодой а сейчас у нас ягодный сезон отошел и поэтому они свою функцию выполнили они в общем-то теперь ни к чему но нам нужно теперь чтобы хорошо укрепилась корневая система поэтому мы вот эти старые листья убираем чтобы они эти соки не забирали оставляем только-только самые молоденькие и самые хорошие то есть вот вот из того куста видите вот осталось у меня всего три вот таких листика представляете да вот с такого куста надежда у нас делает вот такие кусты потом еще манипуляция как будет видите иногда они еще еще дают детки вот видео вреда да 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 и потом тоже до все равно бреда не детки эти тоже убирать не нужно если вы не хотите размножать но если размножать то это надо было уже раньше чтобы они укоренились что дальше я делаю вот здесь вот ну вот этот вот свежий когда вот большой кустик обрезаешь там много сухого еще вот старые там очень много всякой заразы болезни да всякие вредители они там зимуют и потом начинают вот иногда знаете бывает что вот как бы ягодная кисть растет так а потом раз и она засохла вроде еще ягоды не успели поспеть о чем это говорит это говорит что там завелись средители и съели все полезное поэтому она и нас зачахла вот чтобы их не было чем обрабатываем на лежа значит обработать фундазолом фундазол до фундазол такое есть средство разводим его и брызгаем внутрь и второе что делаем вот некоторые стараются сильно рыхли то я тоже в свое время вычитала что рыхлить повнику сильно не надо потому что у нее поверхностные корни только можно вот так убирать сорняки а лучше ее немножечко потом окучивать но окучивать не вокруг землей а если есть какой-то перегной чик хорошая земелька вот так вот немножечко вокруг насыпать серединку ни в коем случае не засыпать да а перед этим еще нужно вот по сырой земле вот эти у нас вот дождичек я сегодня хочу вот это вот обработать и значит полить на самое хорошее это коровяком то есть у кого-то настоянный если есть коровячок это очень замечательно на литр на 10 литров водички литр где-то коровячка и вокруг поливаем тоже не в самой серединку чтобы не сжечь вот эти вот а вокруг все поливаем если почва сухая то сначала польем и только потом ну как и все удобрения да на сухую почву нельзя и вот таким вот образом к осени тут нарастут еще значит хорошие листики и плюс осени у нас нарастет хорошая корневая система весной вот это вот клубника порадует вас урожаем надюш я правильно поняла сейчас вот обрезаются листья все усы а если усы дальше будут еще расти до осени и листья мы уже больше не обрезаем или еще потом обрезаем и не обрезали листья больше не надо только усы только усы потому что ну они нам ни к чему и они ослабляют то есть большое количество питания которые корни поднимают наверх они у нас пойдут на эти усы поэтому они нам если мы не размножаем ее они ни к чему но если размножаем то я уже говорила что это надо было уже заранее первые значит усы укоренять и размножаем ну вот так я обращаюсь со своей клубникой ну на это нужно время ну вообще на все нужно время на любое желание самое главное это желание желание время и она отблагодарит нас своей красотой своей и вкусняшками сняшкой свои сладости будем ждать следующего сезона на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся помните красота спасет мир всего вам самого доброго и хороших урожаев ставьте лайки подписывайтесь на наш канал до скорых встреч друзья до свидания